Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Вот и вышли долгожданные процессоры Ryzen 5000. Если вы еще не видели презентацию, то можете посмотреть ее по подсказке. А я хочу в этом видео разобраться с материнскими платами для новых камней. Давайте посмотрим, что будет со старыми чипсетами и подберем новые материнские платы для каждого процессора Ryzen 5000 и поговорим немного про цены на старое поколение процессоров. Ну а перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать ролик с фразы AMD. На презентации они упомянули, что Ryzen 5000 будут работать везде, где работает Zen 2. Однако в подробности они не вдавались. Но судя по всему поддержка чипсетами B450 и X470 все таки будет. Еще в мае компания AMD пообещала, что поддержкой процессоров Ryzen 5000 обзаведутся не только материнские платы на чипсетах 500 серии, но и выпущенные ранее продукты с наборами логики B450 и X470. Вместе с партнерами красные подготовят для них бета-версии обеспечивающие совместимость чипами Zen 3. Сейчас же стало известно, что обновиться до Ryzen 5000 у владельцев платформы B450 и X470 в ближайшие месяцы не получится. Многие платы с логикой AMD 500 серии, например от MSI, уже сейчас могут принять на борт процессоры Zen 3. А на момент релиза новых камней прошивки UEFI с их поддержкой будут доступны для большинства изделий A520, B550 и X470, чего к сожалению нельзя сказать о материнских платах B450 и X470. Их владельцы будут вынуждены ждать как минимум до января 2021 года. Это сообщил нам официальный представитель AMD. И вот вам прямая цитата. Вы можете ожидать, что первые бета-версии этих BIOS будут доступны для загрузки начиная с января 2021 года. Прошивки будут предоставлены напрямую вендорам материнской платы, когда они будут готовы. Точное время и доступность будет зависеть от разработки, внедрения и графика тестирования для конкретного производителя и модели материнской платы. AMD также отмечает необходимость удостовериться в том, что свежая версия UEFI поддерживает процессор Ryzen 5000, который вы собираетесь установить. Для многих плат B450 и X470 бета-версия прошивки станет билетом в один конец, поскольку совместимость со старыми CPU будет принесена в жертву, чтобы освободить место под микрокод с поддержкой Zen 3. Для максимального удобства использования чипмейкер все же рекомендует приобрести плату B550 или X570. Что касается всех материнок 500 серии, то они уже в ближайшее время получат обновление до Agessa 1100, которое и принесет поддержку Ryzen 5000. Как и сказали AMD, все материнские платы на A520, B550 и X570 обзаведутся поддержкой процессоров на Zen 3. А вот на сайте AMD уже выложили новые процессоры и на удивление рекомендуемая частота ОЗУ составляет все те же 3200 МГц. Однако, скорее всего максимально эффективное будет больше, чем у Ryzen 3000. Поэтому выбирать материнку для новых камней желательно с поддержкой больших частот, которыми хвалятся все платы 500 серии. Что касается TDP, то тут мало что поменялось. Как 3800X имеет 105 Ватт, так и 5800X имеет 105 Ватт. Однако не стоит забывать, что покупать A520 для Ryzen 9 5950X не самая лучшая затея. И как мы знаем, в бусте райзены жрут достаточно много и умеют неплохо разогревать дешевые питальники. Поэтому давайте посмотрим на самые актуальные модели на рынке и решим под какой процессор лучше взять ту или иную материнку. А ссылки на все материнские платы как всегда будут лежать в описании к видео. И начать я хочу с самых бюджетных материнок на чипсете A520. Если вы хотите просто собрать себе ПК на Ryzen 5 5600X и вам не нужен PCI Express 4.0 и возможность родклона процессора, то можно взять самую бюджетную Prime A520 MK за 6000 рублей. Или немного докинуть и взять A520M DS3H. Обе материнки отлично впишутся в игровую систему на Ryzen 5 5600X, но по старшей камне я бы не советовал вам их брать. Также можно рассмотреть Asus A520M Plus TUF Gaming, но за ее цену можно взять более старший чипсет. А собирать систему с такой материнкой без возможности разгона думаю мало кто захочет. А питальник даже этой материнки будет довольно горячий если поставить в нее топовые камни. Также под средние процессоры неплохо подойдет B550M S2H. Она уже имеет старший чипсет и поддерживает разгон. А в грамотных руках можно легко скинуть вольтаж с восьмиядерного Ryzen 7 5800X и получить достойную производительность. Однако стоит отметить, что реальных тестов потребления новых камней в бусте все еще нету и мой выбор заключается только в TDP, заявленном AMD. Если ситуация в тестах повторится с Ryzen 3000, то вполне реально будет поставить восьмиядерник в такую материнку. Но с шестиядерниками она справится просто отлично. Также еще неизвестно, что там будет с 5700X. Если он получит меньше прожорливости, то можно поставить и его в бюджетные мамки. Но я бы не советовал вам экономить на материнке если вы собрались покупать топовый Ryzen 5000. Например за 10 тысяч можно взять уже достойную своего прайса B550M Aorus Pro. Эта мать не сильно ударит по карману и спокойно справится с новыми Ryzen 5000. Конечно разгонять на ней Ryzen 9 я бы не советовал. Но в стоке она с ним явно справится при должной продувке в корпусе. Я бы назвал эту материнку входным билетом к восьмиядерникам. Дальше на рынке идут уже полноразмерные ATX платы. Это Asus Prime B550+, MSI B550A Pro и B550 Gaming X. Все эти материнки отлично впишутся в игровой ПК на базе Ryzen 5000 и вывезут как шестиядерники, так и двенадцатиядерники в стоке. Но стоит отметить, что неизвестно насколько можно будет разогнать новые Ryzen. Я почему-то подозреваю, что они уже разогнаны до предела из коробки. Но если вдруг случится чудо, то на этих трех материнках можно будет спокойно погнать Ryzen 5 5600X. А вот для разгона 5800X и 5900X я бы точно брал самую топовую мать. Дальше на рынке есть чуть дороже B550 Aorus Elite, тоже неплохой вариант под новые Ryzen. Ну и отличным приобретением конечно станет B550 TUF Gaming. За свой прайс это одна из самых сильных материнок на B550 чипсете. Вообщем во все старшие материнки на B550 я бы спокойно ставил Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, так как проблем с перегревом питальника уже практически нету, а температуру в 70-80 градусов пиковой нагрузки никак нельзя считать огромной. Но не забывайте, что любому топовому Ryzen нужна хорошая продувка в корпусе. Из топовых материнок на X570 можно отметить модель UD от GIGI, но она мало чем отличается от собратьев по цене на B550. Чуть дороже есть X570 Gaming X, но это такой же спорный вариант. Я бы не советовал сейчас брать дешевые топовые платы, когда есть застойные решения на B550 чипсете, которым неплохо так апнули питальник. Плюс ко всему у топовых плат стоит кулер на чипсете, который может выйти из строя в будущем. И если на топовой плате еще будет иметь смысл найти родной, чтобы было красиво, то для дешевой скорее всего все закончится колхозом неродного. А вот если вы собираете действительно дорогой ПК и вы готовы потратить деньги за достойную материнку, то первым представителем в этом классе можно отметить X570 TUF Gaming. А чуть дороже можно взять Aorus Pro и X570F Gaming. Этих материнок спокойно хватит под любой Ryzen 5000, так что я вижу себе картину по материнкам именно так. Что касается разгона, то я думаю мало кому он будет интересен, учитывая, что камни из коробки будут просто отличными. А вот цены на старые Ryzen к сожалению не упадут. Многие писали в комментариях, что ждут падения цен на Zen 2. Но я бы этого не ждал. Ведь на старте тот же Ryzen 5 5600X дороже на 50 баксов своего прошлого представителя. А еще до презентации AMD говорила, что будет выпускать обе линейки сразу. Так что падение цен на Ryzen 3000 в ближайшее время не ожидается. А вот Zen Plus могут немного подешеветь, так как на складах их еще достаточно много и многие скорее всего захотят их распродать, так как дефицита новых камней по словам AMD не будет. В общем вот такая вот ситуация происходит на рынке. А нам остается ждать, что все платы B450 и X470 получат поддержку от производителей. А тем, кто собирается покупать новую систему, я бы все-таки советовал приглядеться к материнским платам из этого видео, так как чипсеты 500 серии действительно лучше той же поддержкой PCI Express 4.0 и большой поддерживаемой частотой АЗУ. А если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч друзья.